Сегодняшняя книга пророка Исаии очень и очень сложная книга. Вы сами, читая эту книгу, в этом убедились. Сложная, потому что она как многослойный пирог этой книгой. Во-первых, она составлена не в хронологическом порядке. И поэтому найти связь в тексте, я имею в виду сейчас только первую главу и тридцать девятую главу включительно. Остальные двадцать глав Это книги, вернее сказать, эти двадцать глав От сороковой главы до пятьдесят пятой И от пятьдесят пятой до шестьдесят шестой Это две книги Они были написаны разными людьми и в разное время Их условно называют Девтеро Исаия и Трито Исаия То есть второй Исаия и третий Исаия А вот сегодняшняя книга Это так называемый Иерусалимский Исаия Потому что Первый Исаия Исаия был Иерусалимским пророком Во-первых Вся его жизнь, она прошла В границах, можно сказать, только Иерусалима Второй Исаия Его можно назвать последователем Школы пророка Исаия И предположительно он тоже Был с именем Исаия Что касается третьего Исаия Здесь мнения расходятся И считают, что Третья книга была написана Группой лиц Но Все они являются Последователями Иерусалимского Исаия Учениками Так называемыми Божьими бедняками Имейте ввиду Во время плена И послепленное время Исаия Жил В восьмом веке Родился в 765 году Был призван На пророческое служение В 740 году Второй момент Понимаете Пророк это непростой человек Еще нужно понимать Вот мы когда читаем Его Творение Его писание А есть предположение Что именно он сам записывал На свитке Свои пророчества Он был Из еврейской Аристократии Иерусалимской Образованным человеком В свое время Его язык Считается Классическим Еврейским языком Самый поэтический язык Пророка Исаия Но Мы конечно Этого не почувствуем Если будем сравнивать С другими пророками Или с другими книгами Это возможно Только Увидеть Если сравнивать На оригинальном языке А в переводе Конечно Это уже Непонятно Недоступно Эти свитки Которые писал Исаия Они Писались в разное время Он практически Пророчествовал В течение Пятидесяти лет И Эти главы Это творения Которые Рождались на свет Божий В течение Пятидесяти лет Его пророческого служения Это отдельные Смысловые тексты Еще раз хочу подчеркнуть Что между собой Они для нас Я бы сказал Нет Они конечно Не связаны между собой Потому что Во первых Они связаны Единым Замыслом Который в Боге Прежде всего Потому что Все пророчества Которые произносил Пророк Исаия Они были По вдохновению Святого Духа Они не от ветра Главы Своего Это знаете Как можно Сравнивать Пророка С писателем Или с поэтом Можно говорить Всегда О писателе Или поэте Как о раннем Или и позднем Да Имеется ввиду Что У него была Какая-то эволюция Взглядов Он менялся На протяжении Своего Творческого роста И Что-то менялось До неузнаваемости От чего-то Он вообще Отказывался Отрекался Конечно Пророк Он Не был Подвержен Зависимости Каких-то Творческих Своих Взглядов Потому что Он Открывал Говорил Людям То Что Бог Ему Говорил А Бог Он видит Мир Вселенную Как единое Целое Это у нас Есть Прошлое Настоящее Будущее А Бог Видит Все Как Настоящее Это значит Что Бог Не Отказывается От того Что Он Говорил Вчера Если Он Дает Какое-то Новое Пророчество Но С другой Стороны Пророк Все же Человек И От Этого Нельзя Сбрасывать За счетов Почему Мы Говорим О Литературных Дарования Какого-то Пророка Один Имел Больше Талантов Литературных Другой Меньше Особенно Ярко Вы уже Просто Знаете Об этом Когда Читали Евангелие Четыре Евангелия Эти Евангелия Были Написаны Разными Людьми Но Об одном И том же Времени И Они По-разному Излагали Одни И те Же События Я имею Ввиду В литературном Отношении Евангелист Лука Он был Самым Образованным Евангелистом И Конечно Он В литературном Отношении Смог Более Скажем Литературно Описать Евангельские События Это Один Момент Такой Человеческой Стороны Технических Литературных Возможностей Другой Момент Это Знаете Для того Чтобы понять Вот тот момент О котором я сейчас Скажу Это нужно Такую вещь Понять В сравнении Есть Пророки В каких-то Других Религиях В буддизме Скажем В индуизме Существует В исламе Существуют Пророки Но Их нельзя Отождествлять То есть Нельзя Скажем так Через запятую Ставить Пророк в исламе Пророк В иудаизме Я имею ввиду Ранним иудаизме Библейском иудаизме Пророк Евангельский И так далее Когда Пророк Вне Богооткровенной Религии Получал Откровения Понятное дело Что не от Бога Мы в этом Абсолютно убеждены Мы даже Не сомневаемся Когда он получал Свои откровения То Он впадал В состояние Экстаза Экстасис Что в переводе Иступления То есть Как бы выходил Конечно В православной Мистике Тоже идет Речь Об экстазах Но нужно понять Что Экстазы Они В каждой Духовной Культуре Понимаются По-разному Не столько понимаете Сколько вернее Переживаются Эти экстазы Потому что Это слово Оно Опошлено И можно Говорить О сексуальном Экстазе Об этом Тоже говорят Но Когда Получал Мистик Небого Откровенный Свои откровения Он терял Самообладание Он терял Самосознание Дух Дух Который Открывал Свои Пророчества Он Как бы Фаршировал Пророка И Пророк Терял Обладание Своей Личностью Он Становился Медиумом Он Становился Неким Коммуникативным Средством Которым Пользовался Этот Дух Дух Падший Злобный Дух А вот Когда Господь Открывал Пророку Истинному Пророку Свои Откровения То Он Сохранял Полное Самосознание И Вот Этот Момент Он Важен Потому Что Если Пророк Сохраняет Самосознание Значит Он Воспринимает Откровения От Бога Своей Личностью Со Всеми Своими Достоинствами И Недостатками Он Вернее В нем А вернее Сказать Даже Может Быть Он Да Потому Что Если Да Именно Правильнее Будет Сказать Он Преломляет Божественные Откровения Он Имеется Ввиду Сам Пророк Через Себя Через Своё Самосознание Через Свою Личность Он Преломляет Все Те Божественные Откровения Которые Он Получает Еще Раз Подчеркиваю Через Все Свои Человеческие Недостатки И Через Все Человеческие Свои Достоинства Нельзя Сказать Что Божественное Откровение То есть Действие Святого Духа Оно Никак Не Воздействует На Самого Пророка Однозначно Если Человек Воздействует На Другого Человека То есть Бесследно Общение Не Проходит То Тем Более Когда Бог Воздействует Своими Откровениями Божественными На Человека Что То В нем Происходит Но Самое Важное Он Остается Личностью Личностью Способной К Диалогу Это Самое Главное Он Не Перестает Быть Личностью Как В Этих Демонических Откровениях Становится Просто Телефонным Кабелем Через Которые Идут Какие-то Вещания И В контексте Сказанного Нам Нужно Начать Читать Книгу Иса Исай Шестую Главу В год Смерти Царя Азии Видел Я Господа Сидящего На Престоле Высоком И Превознесенном И Края Риз Его Наполняли Весь Храм Вокруг Него Стояли Серафимы У Каждого Из Них По Шести Крыл Двумя Закрывал Каждый Лицо Своё И Двумя Закрывал Ноги Свои И Двумя Летал И Взывали Они Труб Ко Другу И Говорили Свят 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 Господь Саваоф Вся Земля Полна Славы Его И Поколебались Верхи Врат От Глаз Воскресающих И Дом Наполнился Курением Откровение Святости Божьей Которую Созерцал Пророк Исаев А вернее сказать Он с этого момента Становится Пророком Вернее сказать Именно не с этого Мгновения Чуть попозже Но здесь Он начинает Видеть Василий Великий И объясняет Этот момент Каким же образом Видел Пророк Исаев Видел Так как Видим Мы Глазами Слышал Так как Слышим Мы Ушами Или все Таки Он По другому Воспринимал Какими-то Другими Глазами И Другими Ушами Все Таки Василий Великий Склонен Думать Что Он Воспринимал Только Душевными Глазами Душевными Очами То есть Он не Физическими Глазами Это видел Но Это Не Значит Что Невозможно Человеку Видеть Божественные Откровения Телесными Очами Но Но Не Наступило Время Видеть Телесными Очами Потому Что Видеть Телесными Очами Нужно Чтобы Исцелилась Личность Человека Пришли В Согласовании Пришли В Некую Гармонию Его Душевность И его Телесность Чтобы Телесность Стала Настолько Гармоничной По отношению К душе Чтобы душа Могла Выражать Себя Через Это Тело Но Это Возможно Исцелить Только Благодатью Божией Апостол Павел Помните В своих Послания В своем Послании Вернее Сказать Говорит Следующее Когда Он был Восхищен До Третьего Неба То Он Не знал В теле Он Был Или Вне Тела Он Созерцал Славу Божию Поэтому Мы Не будем Стараться Понять Рационально Этот момент Потому Что Телесность Наша Она Все-таки Немощна И слаба И Знаете Существует Просто Множество Таких Святоотеческих Объяснений Духовной Мистики Касающейся Вот Этого Вопроса Но Можно Сказать Что Все Они Когда Говорят Об Этому То Они Согласны С Апостолом Павлом Не Знаем Вне Тело Были Мы Или В теле Но В то же Время Сохранялось Полное Присутствие Самосознания Вот Это Очень И Очень Важный Вомент Почему Именно Воскресшее Тело Оно Будет Настолько Единым Целым С Душой Человека Что Не Будет Уже Границы Между Телесностью И Душевностью Человека Вот Здесь Нужно Понять Что Все Наши Рассуждения На тему Тела И Души Это Как раз Рассуждения Падшего Человека А Вот Когда Произойдет Воскрешение Тела То Не Будет Рассуждения На тему А Вот Мое Тело А Вот Моя Душа Наше Рассуждение На тему Тела И Души Это Всегда Рассуждение Страдания То есть Я не могу Вместить Это Телом Я не Могу Совершить Это Телом А душа Вроде Моя Рвется Мы Говорим О том Что Душа Это Птица В телесной Клетке И Таких Рассуждений Было Очень Очень Много В Античные Времена Люди Понимали Что Есть Какая Расколотость Нет Гармонии Между Телом И душой И Поэтому Исцеленная Человечность Человека Когда Не будет Разговора На тему Тела И души Это Вы знаете Как мы Не рассуждаем Где У нас Печень А Где У нас Почень Когда Мы Начинаем Говорить На эту Тело Когда Начинает Это Болеть А Пока Не Болит Мы Не Думаем Об Это И Вот Воскресший Человек Он Будет Настолько Целостным Что Не Нужно Будет Говорить О том Что Моя Плод Не Мощна А Дух Бодрый Все Будет Как Единое Целое Помните Как Господь Дверем Затворенным Прошел В Горницу Где были Апостолы Собрали Страха Ради Удейства Он Появлялся Где Хотел И Когда Хотел И Когда Речь Идет О Каких-то Откровениях До Воскрешения Христа До Обновления Человечества Это Все Рассуждения В Каких-то Рамках Патологичности Человека Мы Не Знаем Что Оно И Как Важно Вот Знаете Есть Такое Свято Отеческое Выражение Важнее Быть Нежели Знать Знание Оно Вторично По Отношению К Бытию Бытие Оно Первично То И Жизнь Первично Прежде чем Человек Начнет Рассуждать И Думать Он Уже Живет Младенец Он Уже Живет Прежде чем Он Начал Рассуждать И Думать Поэтому Самое Важное Это Жить И И Жизнь Во Христе В Обновленном Человечестве Это Жизнь Будет Без Рассуждения Потому Что Нам Когда Приходит Господь Помните В книге Иова Когда Ты Господи Приходишь То Ты Разрешаешь Нас От Вопросов Как От Болезни Вопросы Они Связаны С нашей Прежде всего Деструктивностью Нашей Греховностью Так Вот Сейчас Мы Видим Как Пророк Исаия Видит Откровение При Каких Обстоятельствах Как Это Случилось Библейский Текст Не Распространяется Он Только Говорит О том Что В год Смерти Азии Видел Господа Сидящего На Престоле И Превознесен Высок И Вот Края Рис Его Наполняли Весь Храм Но Здесь Очень Важно Что Видение Происходит Или В образе Храма Или В самом Храме То То Очень Важно Понять Что Господь Связывает Все же Связывает Себя Именно С этим Храмом Хотя Он Будет Что-то Говорить Через Уста Пророка Исаии Относительно Того Что Опротивили Ему Жертвоприношение Помните Он Он Связывает Себя Себя Схрама Потому Что Опротивили Жертвы Богу Но Расписаны Расписаны Отсто Отстоит От Меня Суя Напрасно Они Чтут Меня Говорит Господь И Поколебались Верхи Врат От Глаза Восклицающих И Дом Наполнился Курень Вот Эти Херувимы Серафимы Мы О Херувимах Знаем А Вот О Серафимах Мы Слышим Пока Впервые Пламенеющие Переводы Горящие Серафимы Это еще Один Ангельский Чин Они Взывали Славили Бога И Пятый Стих Нам Говорит А Кстати Вот Важно Обратить Внимание На Третий Стих Троекратно Серафимы Произносили Свят 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 Это Не Просто Поэзия Которая Требует Рифмы Развития Стиха Ангелы Серафимы Ближайшие Ангелы Они Выражают Какую-то Важную Суть Господь Саваоф И вот Здесь В восьмом Стихе Я немножко Вперед Забегаю В этом В этой же Главе И Услышал Я голос Господа Говорящего Кого Мне Послать И Кто Пойдет Для Нас Конечно Мы Живущие В Новом Завете Понимаем Что Идет Речь О Троице Пресвятой Свят 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 Господь Саваоф Три Лица Свят 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 Господь Едино Существо И здесь Кого Мне Послать И в то же Время Говорит Кто Пойдет Для Нас Не Для Серафимов Имеется Ввиду Не Для Этой Как Б Группы Которую Видел Здесь Большой Буквы Для Нас Идет Речь Именно О Тройственности Лиц Пресвятой Троицы Конечно Не говорится О том Что Отец Сын И Святой Дух Имена Троицы В Ветхом Завете Но А почему Не говорится Потому что Люди Настолько Развращенные Идолопоклонством Будут Склонны Впадать Уже В рамках Истинной Богооткровенной Религии В Политеизм В Многобожие Они будут Утверждать Так ты же Бога Да и сейчас Для нас Непонятно Как это Три лица А один Бог И только В контексте Нового Завета Мы начинаем Кое-что Расшифровывать И понимать И понимать Почему Именно Три лица Почему Не Два Лица И Почему Бог Один Почему Не Три Бога И Сказал Горе Мне Погиб Я Ибо Я Я Человек С Нечистыми Устами И Живу Среди Народа Также С Нечистыми Устами И Глаза Мои Видели Царя Господа Саваофа И Исайя Как Благочестивый Иудей Помнил Слова Из книг Моисеевых Не Может Человек Видеть Бога И Остаться В живых Конечно Он Обеспокоился Значит Мне Нужно Умереть Раз Я Видел Бога Тем Я Человек С Нечистыми Устами Живу Среди Народа Также С Нечистыми Устами Глаза Мои Видели Господа Тогда Прилетел Ко мне Один Из Серафимов И В руке У него Горящий Уголь Который Он Взял Клещами С Жертвенника И Коснулся Уст Моих И Сказал Гот Это Коснулось Уст Твоих И Беззаконие Твое Удалено От Тебя И Грех Твой Очищен И Услышал Я Голос Господа Говорящего Кого Мне Послать И Кто Пойдет Для Нас И Сказал Я Вот Я Пошли Меня Здесь Мы Видим Проявление Свободы Человека Его Выбора В том Чтобы Пойти На Службу К Богу Чтобы Быть Его Свидетелем И Господь Спрашивает Кого Мне Послать Для Нас То О чем Мы Говорили С вами Что Нет Насилия Над Человеком Вспомните И Благовещение Все Раба Господня Да Будет Мне По Глаголу Твоему Она Могла Отказаться А ведь Пророческая Миссия Ох Какая Она Тяжелая Это Пророческая Миссия Когда Он Будет Пророчествовать И Будет Очень Нелегко Переживать Эти пророчества Для Пророка Он Будет Терять Спокойный Сон Он Будет Терять Спокойную Жизнь Сейчас Я Ищу Главу Ладно Мы еще Подойдем К этому И Вот Поручение Служения В 9 Стихе Говорит Господь Пойди И скажи Этому Народу Слухом Услышите И не Уразумеете И Очами Смотреть Будете И не Увидете Ибо Огрубело Сердце Народа Сего И ушами С трудом Слышат И очи Свои Сомкнули Да Не Узлят Очами И не Услышат Ушами И не Уразумеют Сердце И не Обратятся Чтобы Я Исцелил И И Сказал Я Надолго Ли Господи Он Сказал Доколе Не Опустиют Города И Останутся Без Жителей И Домы Без Людей И Доколе Земля Это Совсем Не Опусте И Удалит Господ Людей И Великое Запустение Будет На Этой Земле Мы Видим В какой Мир Нужно Идти Пророк Ведь Он Прекрасно Понимал Когда Давал Своё Согласие Это Не Было Какой-то Экстатичной Каким-то Экстатичным Всплеском Когда Он Сказал Пошли Меня Почему Потому что Предварительно Горящий Уголь И Жертвенника Господнего Коснулся Уст Его И Очистил Его То есть Слова Его Были Чисты Помыслы Его Были Чисты Всё Было Уравновешено Трезвостью Духовной Внутри Пророка И Когда Это А пришла честная идея, да? Или как это было? Знаете, мы не можем сказать точно. Мы не можем сказать точно, почему. Потому что, вообще, конечно, вопрос прощения греха в Ветхом Завете очень сложный вопрос. Мы ведь знаем, что прощение греха получил человек только в Новом Завете. А те люди, которые жили правильно, каялись в своих грехах, получали ли они прощение? И на этот вопрос мы отвечаем достаточно сложными рассуждениями. Мы знаем, что, с одной стороны, прощение от греха, оно освобождает человека от ада. Но, с другой стороны, мы знаем, что все ветхозаветные праведники ушли в ад. И только Христос своей смертью и воскресением освободил праведников ветхозаветных из адских могильников. Учка, седьмой стих явно говорит о Боге. Нет. Дрех было очищен. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Дело в том, что выразить то, о чем я сейчас вам говорю, человеку, светхозаветным сознанием, выразить то, что еще не совершилось, ну как можно? Конечно, грех твой очищен. И в каком-то смысле очищен. Почему? Потому что именно ветхозаветные праведники были освобождены Христом из адских склепов. Но мы знаем, что грешники, нераскаившиеся грешники в пространстве ветхозавета, они не были освобождены от склепов адских. То есть, в каком-то смысле, да, был прощен. Но этому ветхозаветному праведнику все же нужно было после смерти уйти в страну смерти, в ад. Он не ушел к Богу, в рай, освобожденный от греха. Поэтому нужно понимать, что вопрос восприятия Бога и восприятия человека одного и того же предмета, оно имеет большую разницу. А именно, если Господь говорит о том, что грех твой прощен, значит, это так. Почему? Потому что Господь видит уже конечный результат судьбы пророка Исаии в данном случае. Потому что здесь-то три лица Пресвятой Троице. И именно единое божество в трех лицах, оно-то говорит, знает, что оно говорит. Потому что как мы пророка Исаии прочитаем о том, что кто такой младенец, который родится? Он великого совета ангел. Помните эти слова? Чуден советник. Но это церковнославянский текст. Великого совета ангел. Великий совет. Это какой совет? Это совет трех лиц Пресвятой Троицы. И помните, мы говорили о Троице, Рублевской Троице. Вот они, три советующихся образа. Три лица, они советуются. Кто пойдет для того, чтобы спасти человечество? Потому что когда Господь сотворил человека, Он уже знал, что человечество падет. И видите, рукой указывает средняя фигура, которая является образом Сына Божия. Указывает на жертвенную чашу. Я пойду. Я, так сказать, принесу жертву. Я воплощусь. Умру и воскресну. Я пройду этот путь. И когда сказано о том, что грех твой прощен, значит, Господь видит уже в этой целостности. Он видит уже пророка Исаию в блаженстве рая. Он уже видит конечную судьбу его. Видит полностью всю его жизнь. А мы, как видите? Мы видим только совершившийся факт сегодняшний, который перед нашими глазами. И вот именно вот этот момент согласовать нужно правильно, для того, чтобы понять. Иначе тогда возникает вопрос, а зачем тогда была такая великая жертва? Смерть, страдания Сына Божия, невинного, чистого. Если тогда уже можно было простить человеку грех. Поэтому вот здесь нужно понять. Вот именно в таком контексте. И скажи этому народу, а слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете и не увидите. О чем это говорит? Это говорит о нас. Этот текст, он говорит о нас. Потому что мы действительно, мы ведь тоже очами-то видим. Правда ведь? Многое. Но всегда ли мы это видим так, как нужно это видеть? А когда мы слышим что-то, всегда ли мы это правильно понимаем? И когда разумом рассуждаем, всегда ли мы правильно понимаем? Да, конечно же. Мы только какую-то долю, незначительную долю изначального замысла Божьего понимаем. А все остальное для нас остается сокрытым и неведомым. И что является препятствием для понимания? Наш человеческий грех. Но самое трагичное, огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышит и так далее. И не уразумеет сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. И вот то, о чем мы говорили, о том исцелении, которое произойдет уже во Христе, вот тогда человек и видит, и слышит. И как-то замечательно Григорий Паламор осуждает на эту тему. Он даже говорит, что не будет такого понятия в жизни вечной, видеть, слышать или чувствовать. Не будет такого понятия. Потому что когда мы говорим видеть, слышать и чувствовать, то мы всегда говорим об определенной способности человека. Правда ведь? Если видеть, то это значит видеть глазами. Если слышать, это значит ушами. И чувствовать, это как будто чувствовать нервными окончаниями, скажем так. Но когда человек будет исцелен, именно в том смысле, когда произойдет исцеление души, тела, духа, то человек будет видеть слух. Он может видеть музыку. Он может видеть пение. Но мы знаем, что мы сейчас только слышим его. Правда ведь? То есть не будет разделенности. Когда мы, может, плохо слышим, но хорошо видим. А будет настолько целостное восприятие, что невидимое будет зримое. Нет, 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 нет. Вот вы не поняли как раз вот эту очень важную мысль. Идет речь не о том, что у нас не будет тех органов, которые есть в образе нашем человечества. Ведь Господь, когда воскресший был, ведь Он был в том же образе человеческом, но преображенном. И когда вы говорите о том, что, а как мы увидим? Запах можно будет видеть, понимаете? То есть, если мы его только обоняем, то здесь будет настолько целостное восприятие. Это одно. Но здесь идет речь о том, что будет целостное восприятие, не будет вот этого дифференцированного восприятия. Вот кто-то хорошо видит, а кто-то хорошо слышит, понимаете? Все будет... Это единое целостное восприятие. Мы будем воспринимать какое-то физическое явление с его изначальным замыслом. То есть, мы-то видим, что... Вот если мы видим, скажем, дерево, да? Мы видим его, ну, таким, каким оно есть именно в данную минуту. Но мы не можем видеть его, каким оно может быть. И мы не можем видеть, каким оно было. И вот исцеленное восприятие человека — это восприятие настолько целостное, что человек будет сразу постигать суть всего. Без всякой ущербности, без всяких дедуктивных и индуктивных рассуждений. Не будет никакой рационализации предмета, расщепления его на мелкие части, для того, чтобы понять, как оно устроено. Как это прорабатывается в науке? Будет сразу восприятие всего. Со звуками, с запахом, с образом и так далее. Вы помните, мы тогда говорили о книге «Бытия», то один из святых, он говорил об этом мире, о физическом мире. Как о неком продолжении телесности первого человека. Все, что происходило в этом мире, оно отражалось и какими-то импульсами, каким-то состоянием, каким-то переживанием внутри самого человека. То есть сейчас, если что-то и происходит где-то в мире, то мы скорее воспринимаем приятно-неприятно. То, что угрожает нам, или то, что наоборот способствует нам. Нет. Человек настолько был тесно связан с этим миром, как мать связана через пуповину с своим ребенком. И только мать, которая узнала о том, что у нее ребенок, и она уже думает об аборте, она не способна чувствовать и понимать своего ребенка. Она не способна чувствовать биение его сердца, не способна чувствовать вообще проявление его жизни. И только та мать, которая, еще и он не появился, но она уже знает, что он будет, у нее уже как будто существует связь, так и у Адама существовала связь с этим миром. Он чувствовал ответственность за судьбу этого мира, за все, что происходило в этом мире. Не юридическую ответственность, а чувствовал как мать за своего ребенка. Хотя мир по происхождению старше человека, но по своему онтологическому, аксиологическому, бытийному, так сказать, происхождению, человек является первенцем. Потому что Господь, когда творил этот мир, Он творил для человека, зная о том, что человек придет в этот мир. И вот здесь очевидно, что люди, которым пророк Исаия должен выйти с пророчеством от Бога, он, пророк, еще и переводчик в каком-то смысле, он переводит слова Бога на человеческий язык, чтобы человеку было понятно. Вот о чем идет речь. Но когда он идет к ним говорить, то Господь ему говорит, они все равно ничего не услышат. Так что, это утопия? Господь на что посылает? Какой смысл тогда во всем этом? Вот. Это правильный ответ. Потому что нам будет говорить пророк Исаия, он будет как некий рефрен постоянно повторять остаток. Помните, остаток спасется. Остаток спасется. Помните, часто встречается это слово? Так вот, остаток... А кем был Ной? А кем был Авраам? Так они тоже были остатком. А кем были те иудеи, которые перешагнули через границу Иордана и вступили в землю Абитавану? А не были ли они остатком? Они тоже были остатком. И вот, когда идет речь об израильском народе, то нужно прежде всего понимать, что обетование относится к остатку. Обетование относится... Не потому, что Господь не желает остальным спасения, Он желает всем спасения, но они-то не хотят Его. Они-то не хотят слышать, не хотят видеть. Они закрыли свое сердце. Да. И вот, когда вступил пророк Исаия на свое пророческое служение, это было время иудейского царя Ахаза. Мы уже знаем, кто такой был Ахаз. Из книги царств, четвертой из книги второй Парлибоненом, это был нечестивец, который не относился, к сожалению, к остатку Израиля, потому, что Он попирал все. И вот, когда к Нему вышел пророк Исаия, для того, чтобы тоже ведь обратиться к Нему, потому, что Он тоже израильтянин. Седьмая глава, третий стих нам говорит, сказал Господь Исаий, выйди, ты и сын твой, Шар-Ясуф. Это имя Шар-Ясуф. Остаток спасется в переводе с еврейского языка. И вот интересно, что пророк Исаия общался с еврейским народом. А еврейский народ, это народ, это народ, скупящий детей, которые понимали не какие-то абстрагированные речи, не философский язык, нравственных рассуждений. Они могли понимать только язык образов. Помните, выйдет еще в свое время по откровению Божию пророк Исаия нагим на улице и три года будет ходить голым по улицам. Так ему Бог сказал. Конечно. Затем он называет Шар-Ясуф. сына своего остаток спасется, потому что именно в этом было все богословие пророка Исаии. Присоединитесь к этому остатку, хотел сказать пророк Исаии. не все спасутся, не обманывайте себя, а только незначительная часть. Ахаз был у верхнего пруда. Чем же он был занят у верхнего пруда? Коль этому значение придается в священном тексте, А тогда было нелегкое время. Время было испытание для иудейского народа. Потому что Ефремляне, они же израилитяне, вы же знаете, что было разделено царство на две части при Иеруваане. Израилитяне, израильское царство, они же Ефремляне, это Дефис, это одно и то же, и иудеи. Иудейское царство. Ефремляне, потому что на территории колена Ефремова в селоме хранился ковчег завета. Поэтому называют они и потомок Ефрема Иисус Новин. То есть, тоже великий вождь. Ефремляне вступили в коалицию, военную коалицию с сирийцами. Египет и Асирия на то время были ведущими государствами. Они были стержневыми государствами того времени. Они постоянно противопоставлялись друг другу. Они воевали друг с другом. И вот постоянно одно из этих больших государств стремилось к тому, чтобы на свою сторону склонить какие-то мелкие государства. Эти государства от Ассирии до Египта через Палестину, через Израиль, Иудею назывались благодатным полумесяцем. Это была цивилизация того времени. Это был основной театр действий исторических. И вот Египет склоняет Израиль склоняет Сирию на свою сторону для того, чтобы воевать против Ассирии, Ассирийского государства. Ассирия была мощная на то время. И вот они хотят склонить и Ахаза иудейского царя в свою коалицию. Но он отказывается, посылает гонцов своих в Ассирию для того, чтобы Ассирийский царь послал на защиту ему свои войска. Он отдает большие деньги, практически всю свою казну иудейского царства, для того, чтобы Ассирийский царь заступился за них, за иудеев. Но пророк Исаия выражает протест, категорический протест. Не должно быть этого у иудейского царя. иудейский царь должен верить и не должен он становиться вассальным царьком гегемона основного Ассирийского. Ты должен сделать прыжок веры. Понятно, что со всех сторон окружают тебя, но ты знай иудейский царь. Господь всегда хранил иудейских царей, которые были верными Богу и сейчас сохранив. Он даже предлагает пророк Исаия, что Господь даст тебе знамение. Поверь, ты будешь спасен от Ефремлян и Египта и Сирии. Не вступай в союз со сирийским царем, потеряешь свободу. И в результате Он отказывается. И скажи Ему наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое, это все Исаия обращенная к Ахазу. Да не унывает твое сердце от двух концов этих дымящихся головней. Ответ дымящихся головней это царь сирийский и царь израильский. От разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Рималиина. Сирий и Ефрем и сын Рималиины умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее и овладим ею и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог говорит так, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Потому что Ассирия, помните, уведет в плен израильтян. То есть мы поворачиваемся в те события, которые мы уже прошли через книгу царств. Ассирия уничтожит Сирию и уничтожит израильтян Ефрем Если вы не верите, то потому что вы неудостоверены. И продолжал Господь говорит Кахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте, то есть любое проси, все тебе дам. Он видит, что он неудостоверен, то есть нет в нем вот этого удостоверения, что Бог поможет. Тем более такая сила, силище надвигается на Иудею, на Иерусалим. И сказал Ахаз удивительные слова. Не буду просить и не буду искушать Господа. Казалось бы, слова смиренного человека. Но это все не от смирения исходят слова. Наоборот. Он не потому отказывается от знамения. Ведь помните, когда-то Господь упрекнет, фарисеев скажет, вы ищете знамений, не дастся знамения вам, кроме знамения пророка Ионы. А здесь сам Господь предлагает, а он отказывается. Казалось бы, вот такой смиренный царь. А почему? А потому, что он не имел веры. Он не хотел нарушать, а ведь не сказать, отказываться от своего замысла, на коалицию с Осирией. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давида, он подчеркивает это, дом Давида, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст нам знамение. Все деву подчеревью примет и родит сына и нарекут ему Эммануил имя. Вот. Казалось бы, как это связано, знамение, с теми событиями историческими, которые происходили на дворе. А вот как. Пророк это же удивительный человек. Говорить с пророком это говорить с человеком, как будто он говорит на японском языке, а вот ты на русском языке говоришь. И вот нужно найти пути коммуникации с этим человеком. Пророк, он же, понимаете, сразу видит то, чего мы просто не видим. Мы-то дальше своего носа ничего не видим. А он сразу своим взором созерцает событие, которое совершится спустя восемь столетий. Сидева в очреве примет ирогицына и нарекут имя ему Эммануил. А зачем эти слова сейчас? А потому, что в книге Бытия в 49-й главе в 10-м стихе говорится о чем? Помните, патриарх Яков пророчествует своим сыновьям будущее и говорит, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчлесл его, доколе не придет, примиритель, и ему покорность народов. А дом Давидов, это же дом Иуды, они от колена Иуды. И обратите внимание, если в царстве израильском постоянно приходили разные, из разных колен наследники, да не, не наследники, а узурпаторы власти, они приходили постоянно захватывали одни, других убивали и так далее. А на протяжении всего этого времени в царстве Иуды у власти были только потомки царя Давида. Он говорит, да ради царя Давида, ради того пророчества, которое Господь дал. Вы должны понять, что Господь не откажется от вас. Более того, будет еще такое время, что Дева зачнет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил. И тоже от дома Давидова. Помните, Вифлеем это место рождения Давида, это место дом Иесеев, а Иесей это кто? Это отец Давида. Остановись, Господь сохранит вас, остаток сохранит вас. Даю даже такое обетование, которое сбудется спустя только столетия. То есть вы можете быть совершенно уверены, что на протяжении столетий вашему царству ничто не угрожает, если вы не отступите от меня. И поэтому так парадоксально звучат слова этого пророчества. Пророк не показывает каких-то знамений. Смотри, звезда упала, она точно так же повержет войска противника. Он не показал грозного знамения, какое-то странное знамение. Дева зачет и Дева родит. Но не было такого в истории, чтобы рождившая Дева осталась Девой и зачавшая Дева осталась Девой. Но именно такое чудное знамение дает нам пророк. Более того, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Боже, это же прямое пророчество о человечности Христа, о том, что он будет истинным человеком. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Асилийского. И будет в тот день даст на Господь мухе, которая при устье реки египетской и пчеле, которая в земле Асилийской. И прилетят и усядутся все они по долинам, опустелыми порасселинам, скал и по всем колючим кустарникам и по всем деревьям. Далее. Знамение 8 глава. «И сказал мне «Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом «Магер шелал хашбас». И я взял себе верных свидетелей Урию священника и Захарию сына Врахиина и приступил я к пророчице, а пророчица это его жена. И она зачала и родила сына и сказал мне Господь на реке имя «Магер шелал хашбас». Что в переводе? Здесь дается буквальный перевод, если у кого есть подстрочник. «Спешит грабеж, ускоряет добычу». Непонятно. А вот смысловой перевод «Спешат на добычу, скоро грабеж». Второе важное событие, историческое событие, которое будет в истории, я имею в виду политическом плане, которое будет в иудейском царстве. В чем же вот здесь нужно вот эти моменты согласовать? Потому что они настолько перемешаны, как будто перетасованная колода карт. Вот все то, что в этой книге Исаии. Первый сын для пророка, простите, для царя Ахаза. Остаток спасется, Ахаз отвергает. Это пророчество. Не верит, верит только военный союз с Осирией. Затем Ахаз становится еще более нечестивым, когда свяжет свою судьбу, политическую судьбу с Осирией. Он пойдет на поклонение в стан, военный стан, в палаточный городок, к царю Осирийскому. Там он увидит блеск царя Осирийского, увидит идолов, которые переносились как некие святыни с войском Осирийцев. Будет также он и в Ниневии, а Ниневия это столица Осирии. Он будет там и увидит жертвене, которая его потрясет, впечатлит его. Он даже даст указания, это нам известно из четвертой книги царств, своим подданным, чтобы они изготовили, он чертеж сделает этого жертвенника, языческого жертвенника, сделает этот жертвенник, сдвинут жертвенник в храме Мусалимском истинному Богу в сторону и поставят этот языческий жертвенник. Помните, он изуродует Медное море, уберет Медное море, снимет и останутся только четыре тельца, помните, да? Это все в угоду ассирийскому царю. Он становится самым настоящим язычником Ахаза. То есть с властью политической приходит над на иудею власть религиозная, отчего, собственно, и пытался оградить пророк Исаи. Но вот нам известно, что еще идет речь о каком-то союзе. И вот об этом союзе нам становится известно с 36-й главы этой книги. был такой нехороший шефа при втором царе языки. Он был министром двора, достаточно влиятельным человеком. И он обладал, видимо, каким-то влиянием на языки, а языки я царь благочестивый, вы помните, да? Благочестивый, хороший царь. Он совершил то, чего не совершали до него после царя Давида, цари иудейские. Он даже высоты, помните, искоренил. где поклонялись истинному Богу. Хотя это было запрещено уставом Ветхозаветной Церкви. А мы тоже пророком же, там? Что-что? Языки я говорю, пророком. Нет? Не-не-не-не, это пророк языки. А ты суток? Да, а это нет. Это царь языки. И прошло время и он, то есть шева, сева, шев, шева, это еврейская арфаепия этого слова, этого имени. В нашем сева звучит. Он склоняет языкию на союз с Египтом против Асирии. А до этого, как нам уже известно, иудеи были во власти Асирийского царя. И Асирийский, простите, соглашается языкия войти в этот союз восточных народов против Асирийского царя. Но в скорости он заболевает. Помните, тяжелая болезнь постигла его. И он уже был прикован к адру болезни, умирал, но пришел к нему пророк Исайя. И наставлял языкию. Он столкается, помните, отвернулся к стене, совершил свою молитву. И пророк Исайя сказал, что прощает тебя Господь и дарует тебе еще 15 лет жизни. И здесь он убеждает, ни в коем случае не иди против Асирии. Хотя тогда, помните, он что говорил, не вступай в союз с Асирией. Что это значит? С точки зрения политики, ну, можно здесь много рассуждать, но пророк Исайя, он-то не политиком был, хотя он был трезвым политиком, он был прежде всего пророком. А это значит, что для него абсолютно без разницы было, в каком политическом союзе был израильский народ, израильское, простите, иудейское государство, без разницы, или с Асирией вчера, или завтра с Египтом. Для него самое главное было, что не надо надеяться на могущество, на силу, военную силу этих государств. Помните, как сказал пророк Исаиев, не надейтесь на Египет и на колесницы его, потому что они прах есть. Вот о чем шла речь. Он ждет веры, веры от иудейских царей в Бога, такой веры, которая отвергала бы всякие политические коалиции и союзы. И Господь спасет даже меньшинство. И помните, каким образом спас? Когда узнал о сирийский царе, о том, что он планирует вступить в коалицию, иудейский царь с Египтом, он послал своего рапшака, помните? И он пришел к стенам Иерусалима, а люди вышли на стены, и он обратился с речью, понятной для иудейского народа, на еврейском языке стал говорить, посмотрите, говорит, боги, на которых надеялись народы мелкие, они помогли ли им? Все сейчас повержены боги, повержены народы, они сейчас в рабстве ассирийском находятся, в данном случае рапшак, он сравнивает истинного бога со всеми идолами, которым поклонялись мелкие народы, он далее устрашал евреев, они боялись, они трепетали, разотрал одежду, и сам языкия, это было высшее сил его, но он обратился к пророку Исаии за помощью и наставлением, что мне делать? И пророк Исаия дает ему откровение, уповай и надейся на Бога, Господь тебя спасет, но каким образом, ведь он в тисках, уже вся иудея пленена, остался только один Иерусалим, что делать? Уповай на Бога, и что произошло? 180 тысяч, которые были на иудейской земле воинов, как говорит ангел Господень поверг вот это передается религиозная мотивация, кто спас от погибели Иерусалима, а вот Иосиф Флавий, он говорит о том в своей иудейской истории, в иудейских хрониках, что были посланы мыши, чума, и они все умерли. И действительно археологические раскопки, современные археологические раскопки подтверждают этот факт, о том, что огромное количество людей было, в смысле умерло в одночасье. Врагов, да. Что, что? Врагов, да. Ну, врагов. Да, врагов, конечно. То есть, без всяких коалиций Иерусалим был спасен. Только нужно надеяться на Бога. Господь знает, какими путями, неизвестными путями Господь всегда спасает своих избранных. Затем Так, еще у нас немножко времени есть. Здесь очень много тематик. Вот мы встречаем главы, так называемые мессианские главы. Мессианские главы, начиная с 6 до 12. Потому что здесь идет речь о рождении Мессии. В 9 главе говорится второе мессианское важное пророчество. Если в 7 главе было сказано о том, что Дева в очреве примет и родит сына, то в 9 говорится во 2 стихе, ну, даже начинай, простите, в 1 прежнее время умолила землю Завуонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьми, увидит свет великий, на живущих стране тени смертной свет воссияет. О чем это говорится? Это говорится о Назарете. Может ли быть с Назарета что-то хорошее? Оказывается, может. Назарет это место откуда Дева Мария. Именно там прошли детские годы и зрелые годы нашего Спасителя. Почему пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом? Более шестидесяти цитат в Новом Завете взятые из пророка Исаии. Более шестидесяти цитат. Шестой стих знакомый для всех слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и на реку имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Князь мира. Помните, мы уже встречали князь мира. Князь мира сатана, а здесь князь мира Христос. Потому что князь мира сатана, он временно был и в каком-то смысле сейчас еще есть князь мира. Потому что еще есть те люди, которые приносят ему свои жертвы. Он княжествует, но истинный князь мира Христос. Помните, как там будет говориться о том, как тогда в одиннадцатой главе в частности шестой стих «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, то есть змеи, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». вот как эти места понять? Ведь Христос родился, мы живем уже две тысячи лет, уже третье тысячелетие пошло, как мы живем в эпоху Мессии, Христа, Спасителя, но такой идеалистической картинки мы не видим. Не пасется, Катерина Трофимова. Понимаете, вот пророк, пророк это человек, который еще раз хочу сказать, получает мысли от Бога. И вот эти мысли, которые получаются, они пророкам самим тоже не до конца расшифрованы, они тоже не до конца как бы приведены в какой-то систематический порядок. а именно мы знаем Христос пришел и будет еще Его второе пришествие. Вот здесь не уточняется, какое пришествие это будет, а вернее за каким пришествием будет такая идеалистическая картинка сосуществования всех и вся. но это точно будет в пространстве жизни во Христе. Но если мы говорим о том, что это будет в том царстве будущего века, то нельзя сказать, что такого не бывает уже в новом завете, в пространстве, в котором мы живем. Но нужно запомнить, что новый завет, это вечный завет, не будет уже после завета крови, именно вечный завет, завет крови, о котором говорит апостол Павел. Уже не будет какого-то второго завета, как помните был завет с Ноем, с Авраамом и так далее. То есть постоянно менялись заветы, Господь новые заключал, потому что расторгались эти заветы, союзы, договора. А этот завет, который скреплен кровью Христа, он уже никогда не расторгнется, он вечный завет. Есть только некая, некие временные промежутки, вот есть время этого завета, здесь, на земле, до его второго пришествия и после его второго пришествия. Но святые, которые во Христе были, они, помните, переплывали на крокодилах реку, они питали льва из рук, медведя, переходили реку, якопосуху, то есть все это мы знаем. Змеи повинуются святым. И в присутствии того же, помните, старца Паисия Святогорца, когда он кормил змей, как-то такой один забавный случай произошел в жизни старца, когда к нему пришел один ученый, профессор, и он много наслышан было старца Паисия, и говорит, я не верю в Бога все равно, говорит, как ты не веришь в Бога, старец Паисий? Даже маленькая, говорит, животная, ящерица, и то, говорит, верит в Бога, а ты, говорит, такой умный, говорит, профессор, и не веришь в Бога. Он говорит, как эта ящерица верит в Бога? Ну, говорит, вот так, он сделал несколько хлопков, тут показалась ящерица в келье, он спрашивает ящерицу, Бог есть? Она кивнула трижды головой и скрылась. Все. Деваться было некуда. Не нужно было никаких аргументов, понимаете, рациональных. Что-что? Она же нетрессированная, верно. Понятное дело, что нетрессированная. Ну, представьте себе, понимаете, старец Паисии по методике Дурова, понимаете, пытается там, значит, это, трассировать каких-то ящериц приучать. Ну, конечно же, нет. Святой человек, благодатью Божией весь мир преображается. то есть здесь только в зачаточном смысле, то есть только этот остаток, только истинно верующие люди могут уже прикасаться к яду, к смерти, и ничто же вредит вам, говорит Господь. Помните, ащи, что смертно и спиете не вредит вас. Так вот, затем, поскольку время у нас уже очень ограничено, а нам нужно все-таки закончить эту всю книгу, что-что? Нет, ну, 39 глав. Конечно, мы должны справиться, потому что у нас еще очень много книг, и если мы будем, понимается, то есть у нас нет просто времени. Так. Вот к есть такое пророчество о том, что Асур, то есть Асирия и Египет будут народами Моими. Помните, там есть такие слова. Сейчас, секундочку. Так. Сейчас, сейчас, секундочку. Это просто очень объемная книга и очень очень объемная. Так. Что, что, что? Ну, самое главное сказание. Да. То есть, имеется в виду, я уже не буду цитировать, буду смысл тогда передавать. А смысл такой, что Он называет пророк, вернее сказать, Господь через пророка, называет их народами своими. Что будет одна дорога между Египтом и Ассирией. Будет она проходить через Палестину. И все будут друг друга, так сказать, любить и так далее. Будет единое, как бы, целое эти народы. В то время слышать такие слова, конечно, можно было по-разному воспринимать. Как, скажем, воспринимали наивные крестьяне, когда им говорили о том, что, когда придет коммунизм окончательно к власти, то будет коммунистическое будущее, помните, материальная база, вот, где каждый будет иметь, так сказать, пожелания, вот, и, так сказать, и по потребностям, и все это будет бесплатно, вот, и так далее. Конечно, многие всю эту речь пророка Исаии трансформировали в какие-то утопии, политические утопии. Они считали, что все-таки, ну, действительно, может быть, это возможно. Но на самом деле пророк Исаии имел совершенно в виду другое. Что же он имел в виду? А он пророчествовал уже о христианском мире. Христианский мир, когда, помните, пустыни египетские становились странами, где подвязалось огромное количество пустынников, подвижников египетских. Это тысячи и тысячи подвижниц и подвижников подвязалось египетской пустыне и сирийской пустыне. Это был христианский мир на заре становления христианской церкви, 4-й век, 5-й век. Поэтому нужно понимать, что пророк, он пророчествует, во-первых, о ближайшем будущем. Когда он разделся до нога и ходил среди иерусалимлян, то он хотел подчеркнуть, что если вы не вразумитесь, не обратитесь к Богу, то уведут вас в плен ноги шоу, без ничего, вы все оставите здесь, вы сейчас считаете меня глупым. сумасшедшие, так имейте ввиду, что таких сумасшедших будет тысяча уведена в Вавилон, и все вы будете как рабы, плененные, без одежды, опозоренные, обесчищенные, все будете уведены в плен вавилонский. Вот о чем пророчество о ближайших временах. Он в пророчествах о рождении Христа. Он также пророчествовал и об апокалипсисе, о будущих временах, об финале человеческой истории. Но у пророка он где-то становится подобен Богу, тем, что у него реальность сегодняшняя, она настолько органически связана с будущим наперед в тысячу лет, в две тысячи, в три тысячи и так далее. Он смотрит на этот мир как на одну площадку, он видит все одновременно в этом именно высота пророческого служения. Но нужно помнить о том, что ему было очень и очень тяжело обладать этим пророческим даром. Так, давайте, может быть, вопросы. Скажите, через сколько после пророчества, когда он ходил обнаженный, через сколько завел он более увидел? Через 70, по-моему, Через 70 лет это, да. То есть, то поколение, которое нам пророчествовало, они могли не заставить. Что, что, что? То поколение, которому пророчествовало, большинство, ну, взрослые люди, они не даже, в принципе, может быть, это... Не, ну, кто-то дожил, кто-то не дожил, понимаете? Ну, то есть... Он призывал пока как членов. Ну, в любом случае, родители должны воспитывать своих детей были, понимаете? То есть, кто-то, ну, это... получается, 120 лет спустя, после взятия Ассирии Израильского царства было пленено Иудейское царство, уже Вавилонской империи. Потому что вначале была Ассирийская, затем сменила ее Вавилонская, а потом уже Персидская империя. При Персидской империи евреи были освобождены от плена царем Киром, возвращены на землю обетованным. Помните, да? А если не скажите, а какой идеал того, что там пророчество, что тут все-таки был остаток людей, который обратился как-то к этому, да, к его пророчеству? Идеал, наверное, того, что люди должны были сделать, глядя на него, на него ходящего. Не, ну он-то говорил, он сопровождал, он не просто ходил как дурачок, понимаете? Здесь нужно очень четко понять, что пророк, он, ведь понимаете, ведь вот вам говорится о чем-то, да? Да, допустим, это убедительно. Но когда человек, нельзя сказать о том, что он сумасшедший, а нужно сказать совершенно обратное об этом человеке, он раздевается, ходит на гимн. Но это не значит, что он совсем на гимн был, в чем мать родила. Конечно, была какая-то там, значит, на нем нижняя одежда. Но он ходил на гимн круглогодично, и в зной, и в холод. И он говорил о том, что вы же уйдете в плен на гимне, на гимне, лишитесь всего, обратитесь к Богу, покайтесь. Представляете, вот человек этот ходит, понимаете, это не могло не касаться, понимаете, каких-то рецепторов на поверхности, понимаете, нашей кожи. Он мерзнул, и они видели, он страдал от зноя, и они тоже это видели, ведь он оставался человеком. У них было покаяние, приношение жертв за свое прелешение. Что-что? Приношение жертв за свое прелешение к этому призывало, Да, конечно. Чтобы прекратили поклоняться идолам. Дочка, вы такой краеугольный камень, я не помню. Краеугольный камень, да. Краеугольный камень это образ Христа, это тоже одно из, один из символов Христа. Помните, камень Его же не бревоша, зиждущий ей, сей высь во главу угла, от Господа высь сей, и есть дивен в очах наших. Это Христе, Петр Ильич. Да. Глава 29, 11 стих. Всякая пророчество для вас. 29 глава? 11. Да. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет. И говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Не, ну это понятно. Это понятно прежде всего. Да, это именно вот то, о чем мы говорили. Кому был послан пророк Исаий, которые глазами смотрят и не видят, потому что отолстело сердце, их огрубело. Они не способны ничего понимать. Не потому, что нет возможности такой у человека. Они не хотят обратиться к Богу, чтобы Он исцелил их. Понимаете? И поэтому для них все то, о чем идет речь, Он ходит, понимаете, на гишон. Они считают Его дураком. Понимаете? Почему юроди Вы не называли? Из души. Что, что? Как получается, Лена из души человека. Конечно. Конечно. Это самообращенность, только своим, понимаете, телесным потребностям. Как имена ее переводится? С нами Бог. С нами Бог. Это не собственное имя в данном случае. Это в еврейском тексте, Эммануил, это не собственное имя, оно уже стало в переводах собственным именем, а в еврейском тексте просто он хотел подчеркнуть, что с нами Бог. Не бойтесь. Мальчика, вот смотрите, здесь вот в 39 главе, когда выздоровел из Икеиля, прислал к нему в миродах Валадан, Сын Валадана, царь Белонский, письмо и дары. И Икеиля взял и показал ему все, что у него было. Так, так, так. Зачем он это сделал? Знаете, это после того, что Господь его исцелил, дал ему 15 лет жизни, о том, что совершилось знамение, солнце отступило на 10 ступеней по часам солнечных, вавилонские, так сказать, эти посланцы, они пришли спросить о знамении, что такое, потому что они понимали, что-то происходит там. Почему они понимали? Сложно сказать, как это им стало понятно. Но, когда они пришли, то вместо того, чтобы сказать о славе Божьей, об истинном Боге, он стал показывать свои закрома. Ребята, смотрите, сколько у меня всего много, я тоже достойный ваш политический партнер. Это полнейшее безумие. И за что и прогневался Господь. И пророк Исаия сказал, будут я внуками твои сыновья у вавилонского царя. Ты им показываешь? Ну, просто он, смысл того, что он здесь сделал? Нет, вместо того, чтобы хвалить Бога. Прославить Бога. Он стал показывать, ну как? Ну, понимаете? Ну, как тут вам объяснить? Хвастался. Ну, понятно. То есть он хвастался, понимаете? Он не тем, что, понимаете, они-то пришли узнать о знамении, которые они видели, понимаете? Почему? Они же, кто такие вавилонии? У них же, так сказать, были первые зачатки астрономической науки. Они наблюдали над светилами небесными. И то, что они увидели, они были потрясены. Солнце отошло, понимаете, назад. А куда идти? Понятно, идти нужно туда, потому что эти ж евреи неугомонны, там постоянно что-то происходит. Ну, вот в результате они пришли, а он показывает, понимаете. Вот смотрите, у меня, можно сказать, полные подвалы. Давайте, задавайте вопросы. А на следующее занятие до конца, до четверти? Да, на следующее занятие, да, нужно прочитать все главы. Батюшка, а вопрос не совсем к теме можно задать? Ну, такой интересный. Скажите, вот, некоторые старцы вычитали, что они говорят, что сколько ты ни молись за человека, который не хочет обратиться к Богу, это бесстой. А он что? То это как бы, ну, не совсем, нет даже правительства, не может как бы спасти человека, если тот не захочет обратиться к Богу. Вот. И как с тем, что мы молимся о тех... Не, ну, понимаете, очень интересно, интересный такой образ предлагается для союза Христа с Церковью. Союз брачущихся. Помните, брак Церкви, Христа и Церкви. А что такое брак? Брак – это любовь, прежде всего. Вот мы не проходили такую книгу «Песни песней». Конечно, очень хотелось бы эту книгу пройти, она такая очень необычная книга, потому что использует очень, как бы, такие неординарные образы для описания отношений Христа, Бога и Церкви, Христа и Церкви. Двух любящих. И можно ли назвать человека спасенным, когда его женить насильно? Нет, конечно. Невозможно. А ведь, понимаете, Царство может царство взаимной любви между Богом и теми людьми, которые возлюбили Бога. А как можно за уши, понимаете, притянуть к брачному венцу? Можно. Можно. Но не к счастью это, правда? Девятый стих. И через это загладится беззаконие Якова. Нет, дело в том, что, понимаете, когда идет речь Иаков, Иуда в этом контексте, то идет речь, значит, персонализируется в данном случае народ. 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 То есть, не о личности, не о правоце идет речь. Восстановление это виноградника Господня. Там использует пророк Исаия образ значит, виноградаря и виноградника. В чем там такой удивительный момент, конечно, он так, это какая глава там, где про виноградник идет речь? Ну, неважно. Важно вот что. Когда, какая глава? Виноградник, по-моему, в конце, да? Не, 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 именно о винограднице. В 20 лет мы спросим, петь. Просто когда говорит, так, нашли, да? Будет быть в себе вруч. Что, что? Будет быть в себе вруча прекрасных порядок виноградника. Нет, 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 нет. А где именно сама притча о винограднике? Ну, ладно. Просто она, понимаете, необычна тем, что говорит пророк Исаия от имени Христа, что у моего друга говорит, а друг с большой буквы. Но там в некоторых текстах говорится у возлюбленного моего, а в некоторых друга моего. Ну, вот скажем, друг на греческом языке филос, от филау, друг. А филау глагол любить. То есть, друг это любимый буквально на греческом языке. Вот. И вот в данном случае друг у моего друга. То есть, Бог для Исаии это друг. Он говорит, у моего друга виноградник был. и в этом винограднике, он в этом винограднике, ухаживал за этим виноградником, но виноград не принес плода. Что мне еще сделать, уже далее говорит ему друг, что мне еще сделать для того, чтобы этот виноградник дал плод. Чего, говорит, я еще не сделал, скажите мне. в какое место бить вас, говорит. Что ж там? Пятая глава. Да. У возлюбленного моего был виноградник. Это воспою возлюбленному моему. Ну, первые стихи вот тогда. Вот. То есть, вот тут очень такой момент. мы еще такого не встречали в словосочетании обычно там. А что не приносит плода? Это что люди грешные. Ну, да. То есть, они не бесплодные. Конечно, они не приносят плода благочестия. То есть, в них вкладывается благодать, а они, понимаете, не хотят плодоносить. Почему? Потому что они обращают благодать на служение себе. А каким образом? Вот мы получаем, скажем, благодать в причастие. Куда мы сразу используем? На все мирское. силы появились и только на мирское. Не для того, чтобы развивать себя в духовном, совершенствоваться. Конечно, это хорошо, когда мы используем не на мирское, но когда мы только на мирское, вот это и есть бесплодство духовное. вот бывает, просят, вот дай мне, Господи, исцеление. Ну, Господь-то может дать исцеление, ну, даст он тебе исцеление, а ты опять за свое. Опять будешь жить, как ты хочешь жить. Опять впадать в очередные грехи. Ты же не будешь исцеленным жить по-новому, по-божьему. Поэтому Господь не всегда дарует человеку исцеление. Еще пять минут у нас времени есть до шести часов. Да, то есть этот образ взят, да, но понимаете, тут очень интересная деталь. Пророк Исаия говорит, есть виноградник у друга моего, у возлюбленного, да, а там этот возлюбленный говорит о своем винограднике в Новом Завете, понимаете. Он сам говорит уже о своем винограднике. Конечно, в образе притчи, но именно о своем винограднике. То есть, если здесь и пророк говорил о нем, то тот говорит сам уже, понимаете, и уточняет какие-то детали, потому что там более пространная притча, хотя не такая поэтичная, если в сравнении с пророком Исаием. Как начинается пророк Исаием, первая глава, пятый стих, во что возбить еще продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах и все сердце и щакла. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, не смягченные елеи. господь не хочет этого делать, но а как же вас разумлять? Уже некуда бить вас. пить, возьмите. Боже Бог. Слово посылает Господь на Якова, это имя на Израиля. Это не к тебе зовут Владимир Церкви? Слово в данном случае нет. И оно исходит на Израиль, чтобы знал весь народ и премьер жизни, которые с горцами и сердцем говорят. Нет, 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 это просто слово. Нет, это нет, нет, нет. За гордость Самарии. Самария тогда, это была столица Израильского Царства. Так, ну что, давайте еще какие-то вопросы задавайте. Вы же читали все книгу. 13 главе был прям в смысле описывается прям книг Господа. Восьмой стих. Да. Ужаснули, судороги и воли схватили их, мучатся, как рождающие с изумлением смотрят. С неба плачила яростью. А тут еще этот... Нет, ну здесь нет, здесь идет речь о гибели Вавилона. Тут есть именно как Исайя описывает вне Господа. Здесь вот сейчас все... Ну, дело в том, что здесь вообще вот эта 13 глава, она посвящена, значит, видите, первый стих пророчества о Вавилоне, который изрек Исайя, сын Амосов. то есть получается, что здесь Господь правочистый о том, что Вавилон погибнет. и... вот... так, 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 так... Сейчас, сейчас... Игра не, 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 это не о кресте, нет, 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 это именно о погибели Вавилона. Вообще, здесь еще один такой интересный момент, вот в 22-м стихе И восстану на них, говорит Господь Собов, то есть на Вавилон. И истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. То есть, видите, вот идет речь об остатке. Если остаток иудейского царства Господь сохранит, и именно вот этот остаток, помните, мы приводили образ клетки, живой клетки. Что если клетку разделить на две части, то выживет та клетка, в которой есть ядро клетки. А та часть клетки, где нет ядра, она погибнет. И вот тот народ выживет, в котором есть ядро, в котором есть замысел о существовании этого народа. А какой замысел о существовании еврейского народа? О том, чтобы он стал богоносцем народа. Поэтому остается такой остаток, который верит в Бога, и Господь его, соответственно, спасает. А Вавилона не оставит Господь остатка. Умрет этот народ. Чего нельзя сказать о Мааве, 16 глава, 14 стих. И остаток будет очень малый и незначительный. То есть, он погубит Маав. Потому что там пророчества о разных государствах, которые были в то время. Но какие-то, значит, погибают полностью, а какие-то остаются. Вот тоже, вот эта идея остатка, она имеет очень глубокое значение. Она проникнута в святость Бога. Называется Бог таким словосочетанием. Святый Израиль. Помните? Часто встречается. Чего раньше мы не встречали. Святый Израиль. Святый. Это именно то, о чем мы тогда говорили. Он трансцендентен этому миру. Он не такой, как мы. Мысли его не наши мысли. Намерение его не наше намерение. То, что он помыслил, то сбудется, говорит пророк Исаия. То, что он решил, так будет. И у нас остаток будет маленький, наверное. Ну, вы знаете, в каком-то смысле да. Потому что об этом остатке, сказано уже в новозаветной интерпретации, говорится, что малое стадо. Помните? Церковь. Вот. То есть, малое стадо – это как раз вот этот остаток. То есть, многие в церкви будут отпадать, но, тем не менее, малое стадо все-таки останется верным своему Спасителю. Конечно, настолько она прекрасна, эта книга, что она действительно как запечатанная книга в своем каком-то глубоком смысле. То есть, мы понимаем, что мы только постигаем что-то. Вот. Знаете, мы по флажках ориентируемся. Вот так чуть-чуть. А вот что на самом деле скрывается за каждым словом – это все-таки глубина, которая станет только реальностью, когда это все осуществится в полноте. Тогда все мы поймем. Ну, слава Богу, что мы прошли тридцать девять глав сложной книги. Очень сложной. Правда ведь? Да. Потому что мы говорили, почему она сложна, эта книга. Интересная и сложная. А да, интересная и сложная. Я не коснулся в этот раз опять книги «Эсфирь». Я уже откладываю ее уже третий или четвертый раз. Что-что? Я не думаю, что он приятный. Понимаете? Для кого-то, может быть, я не знаю. Когда вы так сказали, я задумался о корнях вашего происхождения. Я что-то забыла. Да, я что-то забыла. Уже что-то забыла, да. Да, за содержание там. Знаете, для кого-то он приятный, для евреев – да. Нет, мне понравилось. Но вам понравился, да? Ну, вы знаете, ну ладно, мы потом все-таки коснемся этого, понимаете, приятного романа. Чтобы, понимаете, это что-то не совсем приятный роман. Почему «Эсфирь»? Почему «Эсфирь» три дня готовила пеку? Что, она не была сразу подойти и сказать, он же простирал к ней свой скидер? Почему она еще плюс после этого три дня готовила пеку? Вы знаете, для того, чтобы понять, почему три дня, для этого нужно понять. Вот в Греции просто с ними общался. У них опоздать на три часа – это вообще очень нормально, считается. А вот у арабов, еще восточнее, да, вот, у них, рассказывал Владыка Анатолий, я с ним общался, он же в Дамаске где-то пять лет был представителем патриарха московского, патриархи антиохийского. Так они могут на несколько суток опоздать, вот, и потом малишь, а чего, все нормально, жизнь продолжается. Ничего не случилось. Абсолютно ничего не случилось. Если в Греции назначается, это очень такой показательный момент, назначается военный парад, где-то к 11 часов, как они пишут. Военный парад, я подчеркиваю. Понимаете? Вы сколько еще начинают? Ну, пока там последний янис придет, чтобы все увидели. А у нее, если настроение было плохое, кофе не выпил, нормально. Вот, может попозже прийти на часа три. Нормально. То есть, потом, это одно. Второе. Я помню, меня тоже поразило, когда уже возвращались, возвращалась военная техника, и военная техника останавливалась, как обычно. Вот там светофор, вот красный свет, она остановилась вместе со всеми. То есть, там, никаких там все... То есть, это все очень просто. Восток – дело тонкое. В том смысле, что мы абсолютно мыслим по-другому. Вот, к примеру, вы видите у нас прислушивающих в алтаре мальчиков, да? А арабы возмущаются. А почему это девочки не могут служить в алтаре? Они, значит, их... Наши православные арабы, антиохийская православная церковь, девочкам стихарь одевает, а араби, вот. И они ходят в алтарь, все как положено. Вот. В принципе, здесь ничего плохого нет. То есть, можно, конечно, девочек допустить. Но, когда начинаются естественные дамские проблемы, вот, то тогда, значит, как бы уже нельзя входить в алтарь. А потом уже в возрасте, скажем, монахини или какие-то благочестивые бабулечки, вот в России, в частности, они тоже заходят в алтарь, прислуживают. В Сечерополе женщины. Вот, есть, да. Вот. Но это когда, опять-таки? Очень. Такое условие не расстроено. Потом момент такой. Вот, скажем, мы, страстной день, да? Вот, страстные дни. Как мы? У нас очень такой траурный настрой, да? Страстные дни перед Пасхой. У греков тоже. Хотя они от нас отличаются. Но арабы, люди беспокойные, конечно. Они, вот, страстная, понимаете, пятница, они во все бубны, во все барабаны, вот. И идут, так сказать, крестный ход, там, с крестом, там, и так далее, вот. А они, понимаете, наяривают во все тяжкие, вот. Радуются, понимаете, все. А если сказать, а почему они так делают? Они не правы? А почему они не правы? Они правы. А почему они правы? А потому что они, понимаете, настолько непосредственны. В том смысле, что они видят уже Пасху. Оно-то уже Пасха. Мы понимаем, что то, что происходит сейчас, это да, это трагедия. Потому что Христа распяли, Христос умер на кресте. Но мы-то знаем, в отличие от апостолов, что Христос уже воскрес. И мы-то уже живем в воскресшем Христе. И мы-то причащаемся за литургиями. На страстной неделе воскресшей плоти и крови Христа. И поэтому они радуются. Хотя в то же время есть, значит, именно страстное богослужение. Вот такие вот они, арабы. И когда вы говорите, почему она, так сказать, три дня, значит, разыгрывала вот этот спектакль, ее можно понять. Но только если одеться в пранжу, понимаете, и пройтись, так сказать, по востоку. Вот, потому что нам очень сложно многие вещи понять. Они по-другому мыслят. Да, так что восточная учтивость, восточное гостеприимство, все это не наше. Понимаете? Как говорят, русский Иван или плачет до слез, или бьет до смерти. Они тоже опаздывают. Не, но они опаздывают. Ну, там бывают очень серьезные причины для этого. Ну что, мы закончили. Слушаю, Саша. А потому что, когда к Киеву пришли, вот, 7 дней, когда они сидели, молча, да? 7 дней, да, помните, к Киеву когда пришли. Друзья. Вот. Гной еще. Но зато как разразились потом, понимаете, красноречием. С осуждением. Не остановить. Не остановить было. Вообще, конечно, восточное витийство, оно особенно интересное. Оно интересно тем, что, понимаете, они... Ой, у них даже есть такие пословицы. Ну, знаете, я грубо скажу, ну, как оно есть, так оно есть. Ну, чтобы из какашки сделать конфетку, вот, они всегда так делают. Вот. Для них очень важно, вот, понимаете, вот все. Вот так вот замылить, понимаете, Санта-Барбару сделать. Вот. А потом, оказывается, что за этим вообще ничего не станет. Тебя будут кормить завтраками, тебе будут говорить завтра, завтра, все, завтра. А если ты спрашиваешь, ну, как, это же завтра уже прошло третье или десятое завтра. Они говорят, ну, и что? Конечно, ну, еще же будет завтра. Это, это действительно нужно знать. Но люди так и не вот. Да, да. Нет, вы знаете, нет, дело не со временем, мне кажется. Просто, а вы помните, как они, вот, взять Каир, Египет. Сколько? 18 миллионов населения. А правил дорожного движения не существует. Ездят, как на баранах. Они просто ездят, куда там хочется. И этот стоит, понимаете, гаишник, или как его назвать. И он только говорит, туда не едь, едь туда. И вот, понимаете, вот, просто занимается какой-то растасовкой, понимаете, как в колоде как-то. Понимаете? Ну, им нравится так, они живут уже, вот, понимаете, тысячелетия. Да. Видеют, конечно, вы эти машины. Да, просто, понимаете, какие-то, я не знаю, эти машины, так сказать, это БМП, знаете, вот, боевая машина пехоты. Вот, побитые, понимаете, и все. А потому что они так ездят. Вообще никаких правил на этом. Вот, так что, то, что мы хотим. И вот, понимаете, вот сейчас, вот эти, вот эта миссия Америки, миссия Европы, цивилизовать Восток, а вине сказать, постричь Восток. Сделать ему свою прическу, вот, понимаете, газольчик сделать. Они не хотят, а зачем им это нужно? Они хотят жить так, как они привыкли, так, как им нравится. Понимаете? Им же навязывают свои стандарты жизни. Потому что считают, что они более цивильные. А цивильно ли, понимаете, бомбить Ирак? Ну, вы, сербы, сербы, европейцы, понимаете. Ну, бомбили, конечно. Причем бомбили, помните, на Пасху, когда и на бомбах писали, Христос воскресе, сербы. И бомбили на Пасху сами. А надеялись, что никто их бомбить не будет на Пасху. Вот и, пожалуйста, вот какую цивилизацию они несут туда. Убийство, уничтожение и так далее. Они живут, им так нравится. Ну, хотят люди так жить. Вот просто мы должны их понять, постараться, и все.